Как получить консультацию госорганов, не выезжая из рабочего поселка? Для этого горожане пришли накануне в 42-ю школу. 92 госуслуги наглядно и подробно за десятком столов в этот вторник готовы были разъяснить любому желающему. Здесь прошла 10-я по счету в этом году ярмарка государственных услуг. Здесь приглашены все госорганы, чьи государственные услуги наиболее востребованы. Это сфера земельных отношений, архитектура, градостроительство, жилищно-коммунальное хозяйство. Кроме этого, приглашены представители жилстроя Сбербанка, инспекции труда, миграционной полиции. То есть те сферы, которые наиболее востребованы среди жителей. К примеру, Марина Коцарь пришла на ярмарку госуслуг для того, чтобы выяснить важные вопросы, которые касаются жизни инвалидов Петропавловска. Большинство населения, оно как бы неосведомлено. А тут вот сразу доходчиво, доступно. В общем-то, да, это неплохо. Люди очень хорошо объясняют, все специалисты очень доступно показывают, в общем, все рассказывают, все, что нужно, я ответы на все свои вопросы получила. Ажанар Кудайбергенова решила получить консультации, так сказать, оптом. Женщину интересует сразу несколько вопросов. Ответы нашлись на все из них. Я пришла, например, узнать цели, как оформлять санаторно-курортные, о том, что с миграционной службой я узнала. Вот подошла я узнать, что у нас сейчас в электронном виде оформляется рождение ребенка, регистрация брака. Например, не надо бежать куда-то, я могу в электронном виде все это оформить. За один день ярмарку госуслуг посетили 267 человек. Наиболее востребованными оказались отделы занятости и образования.